Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня давайте собираться вместе. Мне кажется, на моем канале уже миллион лет не было таких настоящих, естественных собиралок. Не по случаю, а именно макияж, который не то чтобы каждый день наношу, потому что я не каждый день так крашусь. Но тем не менее, когда мне хочется выглядеть супер свежо, так чтобы кожа сияла, чтобы были подчеркнуты достоинства и скрыты недостатки, и когда хочется быть чуточку ярче, такой лучшей версии себя, я крашусь приблизительно одинаково. В основном я делаю самый большой акцент на красивую кожу, на ресницы и на очерченные губы, но не слишком яркие. Именно такой вариант моего макияжа я сегодня буду показывать. Я уже утром нанесла свой уход, секундочку, так как на днях я делала чистку кожи, мне сейчас нельзя пользоваться какими-то активами. Минимализм, даже тоник не использовала, просто крем от Холика Холика Гудцера, он без всяких там ненужных компонентов. И очень хорошо восстанавливает защитный барьер кожи, это то, что мне необходимо. И крем под глаза от Пьюрита. Вот такой я тоже вам как-то его показывала. Также утром успела сделать быстрый массаж гуаша, до сих пор фанатею от этих камней. И поверх конкретно этого крема все хорошо скользило, поэтому не было необходимости дополнительно отдельно наносить масло. Но если я беру масло, то зачастую сухое, типа Клэрс или сыворотка у меня была маслянистая с витамином С от бренда Мэди Кейт. И кстати, я нашла такие камни на Алиэкспресс. Разнообразные, разные формы. Попробую заказать, потом сравню. Главное, чтобы края были такими же гладкими. Еще на губах у меня восхитительная маска от Бьюти Дракс. Она суперски восстанавливает губы. И она типа как ночная, но я наношу ее даже в течение дня. Дальше будем краситься, макияжиться. И, конечно, начинаю с тонального крема. Я часто использую разные, но у меня есть мои фавориты. Причем это такие варианты, которые и на каждый день хорошо подходят. И даже если я вдруг решу снимать видео, они тоже красиво смотрятся в кадре. Это Clinique Even Better. У меня оттенок 01, Alabaster. Также мне нравится Estee Lauder вот этот. Много раз его показывала в нанесении. Но я буду использовать тональный крем от Catrice под названием True Skin. Я купила его где-то две недели тому назад. Я влюблена в него. Я надеюсь, что со временем ничего не изменится. Он стойкий и увлажняющий с гиалуроновой кислотой. И вот по эффекту, по нанесению, по тому, как он ведет себя в течение дня, больше всего он похож именно на Estee Lauder. Конечно же, у них разные составы. В Estee Lauder есть еще и SPF 45. Здесь не вычитала, чтобы вообще был какой-то фактор защиты от солнца. Но, тем не менее, это реально буквально как фотошоп на лице, при этом без ощущения маски. Ну что, поехали. Здесь, правда, что-то с помпой. Вот один раз нажимаешь, а он как бы выплевывает два раза. Оттенок у меня 0,20. Он такой слегка загорелый. В принципе, не критично, но в идеале, наверное, нужно было бы взять 0,10. Я смотрела уже потом обзоры, когда начала им пользоваться, и говорят, что 0,10 самый такой нейтральный. У нас вообще мало цветов этого тона. Где-то 4, наверное, этого реально мало, чтобы подобрать свой самый подходящий. Я наношу его спонжем. Мне так больше всего нравится распределять. Он может быть и со средним покрытием, но вы точно так же сможете его без проблем наслоить до более плотного. Он не слишком быстро застывает на коже, то есть есть время, чтобы его равномерно распределить. По ощущениям, этот том лучше всего подойдет нормальной, склонной к сухости кожи, комбинированной. По поводу жирной я, конечно, сомневаюсь, потому что он такой лоснящийся и реально увлажняющий. И если у вас проблемная кожа, то тоже будьте осторожны, потому что я натыкалась на обзоры, где говорят, что он может забивать поры. У меня такого не было, при том, что у меня поры забиваются на раз-два, и я не заметила за две недели использования, чтобы стало хуже. Финиш у него типа как сатиновый, наверное, что-то в этом духе. То есть я не могу сказать, чтобы он сиял, как коллаген. Он вполировывается в кожу, скажем так, сглаживает рельеф, выравнивает оттенок кожи и комфортно ощущается. За это он мне нравится, и он у меня нигде не собирается, не скатывается. Конечно, если я надену маску, то он сотрется на носу, например. Это все-таки механическое воздействие. Мне кажется, что ни один тон не устоит. Даже эстелаудер. Или когда носишь очки, то вот здесь тоже немножко собирается. Но так со всеми. Но в целом, даже в конце дня, это настолько красиво выглядит, что я не могу от него оторваться. Если я слишком часто начинаю уходить с хвостом или с гулькой, то значит, нужно записаться к парикмахеру, потому что волосы не укладываются. То есть нужно сделать покороче, но я жду, когда уже станет тепло. А то у нас 8 марта сегодня, да, кстати. С праздником вас, девчонки! Цветите, сияйте, любите себя, будьте любимы. Хочу пожелать вам много энергии, также реализации. То есть чтобы вы чувствовали, что вы на своем месте, что вы занимаетесь любимым делом, чтобы у вас была гармония внутри вас. Так вот, говоря о том, что сейчас март, и недавно у нас было плюс 19, у нас снова минус, и валит снег за окном. Ну вот, лицо становится как у куколки. Прям я была удивлена. Причем я покупала этот тон без каких-то надежд. Я ничего о нем не видела, не слышала. И только когда уже начала использовать, думаю, интересно. Он кому-то еще тоже нравится. Потом начала смотреть обзоры. Вижу, что у него очень много почитателей, и его часто сравнивают прям с люксом. Консилер у меня Armani Luminess Silk в оттенке 4. Если помните, то когда-то мне очень нравился вот такой. Я даже перед Черной пятницей на каких-то скидках купила его снова. И меня еще удивило, что он был на распродаже. Я всегда считала, что он дорогой, как зараза, но он того стоит. То есть он и увлажняющий, и перекрывающий, и светоотражающий. Но вот он делал эффект вау. И я узнала, что все, как бы пока больше его не будет. То есть его заменили на что-то другое. Я думаю, что ближе всего этому к Luminess Silk. Только он еще чуточку легче. То есть он чуть менее перекрывающий, но этого вполне достаточно. И да, Armani убрали и мой любимый бронзер, и контуринг, и пудру, консилер. И что-то еще было, чего мне больше не достать. Тем не менее, мне очень нравится Luminess Silk. Мне даже захотелось купить тональную, чтобы посмотреть, как они работают вместе. Прикольный спонж у него вот такой. И он прям суперлегкий. То есть, несмотря на то, что я наношу немало, он, во-первых, соберется спонжем, которым я буду его растушевывать. А во-вторых, он не перегружает кожу под глазами. Для меня это тоже отдельный пунктик. Оттенок 4 светлый, но с желтинкой. То есть все, как я люблю. Растушевываю спонжем, вот такими как бы вбивающими движениями. И также прохожусь вот сюда, кверху, для того, чтобы был легкий эффект лифтинга. У меня еще и здесь, и здесь есть венки, которые не особо заметны. Но все-таки они иногда выглядят как тень и тянут взгляд вниз. Поэтому я чуть-чуть даю покрытие еще и сюда. Мое лицо сейчас настолько сильно сияет, что может казаться, как будто пересвет. Но это не так. Камера не любит сияющие тональные. А я не люблю, не могу выдержать с матовыми. Поэтому всегда как-то пытаюсь бороться. Но сейчас припудрю, и вот этот блеск уйдет. Но на самом деле в жизни это выглядит очень-очень красиво и свежо. Пудра под глаза у меня от Too Faced прозрачная. И кисть My Destiny. Вот реально для меня это просто безупречная пудра под глаза. То есть на все лицо я могу пользоваться другими. Но это как-то настолько хорошо фиксирует любой консилер. А если еще и прибить это все влажным спонжем, то есть делать такой легкий бейкинг. Именно это я вытворяю, когда собираюсь, например, на свадьбу или на какое-то мероприятие. Когда мне хочется, чтобы прям все держалось 24 часа. И чтобы на фотографиях это смотрелось красиво. Чтобы была такая свежесть под глазками. Чтобы ни один изъян не был заметен. Тогда влажный спонж, пудру и прям так впечатать. Спустя 30 секунд я убираю. Мне этого достаточно. И тоже все равно не выглядит и не ощущается чем-то перегруженным. Что делает такая пудра? Или любая пудра такого формата. Она фиксирует тональную основу. Она также сглаживает поры. Она дает дополнительное покрытие. Но при этом все. Она не супер матирующая. Что для меня плюс. Но это такой полуматовый финиш. С легким естественным отблеском. Дальше будет гениальный бюджетный бронзер от Vivo. Его здесь огромное количество. Он супер большой. Но пылит как бешеный. И содержать упаковку в чистоте. То еще дело. Я уже задолбалась ее очищать. Поэтому выглядит как выглядит. Но здорово работает. У меня оттенок 01. У него такой красивый серо-коричневый цвет. Можно придать лицу легкий оттенок загара. И при этом подчеркнуть рельеф. И вот это свечение. Это вау. Кисть у меня мега старая. Это Jessup. Jessup. Как-то так. 127. Из того, что я вижу. Потому что уже все постиралось. Этой кисточке уже года 4, наверное. Я покупала опять же на Алиэкспресс. Но я довольна. Там был целый набор. И они до сих пор, как видите, живы. И с удовольствием использую. Видите? И давайте с вами договоримся сразу, что мой прям повседневный макияж выглядит несколько иначе. Но было бы неинтересно, если бы я села, показала, как наношу легкие тональные и подчеркиваю брови. Так что у нас сегодня полный фарш, можно сказать. Ну красота же, красота. Обожаю. Немножечко на лоб, но без фанатизма. Чуть-чуть на веки. И то, что делаю я, все линии тяну вверх. Для того, чтобы был легкий эффект лифтинга. Это не помешает в любом возрасте. Я понимаю, что настоящая гравитация будет проявлена чуточку позже. Но, тем не менее, в 33 уже все равно есть какие-то признаки старения всего организма, не только лица. И да, наверное, со временем я начала как-то правильно подбирать уход, правильно краситься. Поэтому что-то удается скрыть, что-то подчеркнуть. И в целом выглядит неплохо. Также при помощи маленькой кисточки набираю прям супер-супер мало бронзера. И прохожусь по носу. Для того, чтобы он не оставался белым таким пятном, бесформенным на лице. Но, тем не менее, я его как-то особо не корректирую, если честно. И сегодня я достала румяна от MAC. Очень люблю их. Мне кажется, что сейчас все реже и реже о них говорят. И очень зря. Потому что это та классика, которую они никогда не подводят. У меня есть сиянием запеченные Денти. Персиково-розовые, невестошные. И кого бы я ими не накрасила, я перекрасила очень многих своих подруг. Маму, тетю. На всех они потрясающе смотрятся. И это те румяна, от которых я никогда не откажусь. Также недавно купила себе Blush Baby. Они не такие яркие на щеках. Они матовые, такие полупрозрачные. И тоже освежающий цвет. Оригинальный у меня такого нет. И давайте, наверное, сегодня я воспользуюсь им. Кисточка у меня тоже MAC. Я покупала ее на распродаже. И без понятия, есть она или нет. Это 187. И вообще-то это дуофибра для нанесения жидких текстур. Но мне нравится, как она работает с румянами, как ни странно. Я же вам говорю, что у меня тут своя антитехника. На яблочки и чуть-чуть приподнимаюсь вверх. Еще один факт обо мне. Я люблю, когда румян так прилично на лице. А не что-то там чуть подкрасила. И только я об этом знаю. Мне нравится, когда румяна на лице видны. Это выглядит очень свежо. И, пожалуй, это мой максимум. То есть, могут меняться средства. Если хочется, прям могу добавить еще жидкий хайлайтер. Или сияющую пудру, когда крашусь для видео. Или когда мы куда-то там выходим в свет, что сейчас редко случается. Могу еще заменить сухой бронзер на кремовый. Но никогда не наслаиваю. И одно, и второе. Это для меня слишком. Прям ту мать. Теперь я возьму Fix Plus. Тоже недавно его обновила. Очень люблю. И просто сбрызну все лицо так обильно. Чтобы соединить все слои. Это не продлевает стойкость макияжа. Но, тем не менее, уходит запудренность. И также все текстуры становятся как одна. То есть, макияж автоматически будет легче. И ощущаться, и выглядеть. Так как я светлая натуральная блондинка. Соответственно, брови у меня также невыразительные. И если я даже практически не крашусь. То наношу легкий тон. И хотя бы несколько штрихов. Цветным карандашом добавляю. Для того, чтобы была какая-то рамка. Что-то цветное на лице. А если же я делаю полный макияж. То здесь у меня целый арсенал. У меня есть несколько находок. Которые я хотела бы вам порекомендовать. Я думаю, что многие уже наслышаны от меня. О прозрачном геле для бровей. От бренда Lancome. К сожалению, такая версия доступна не во всех странах. Это раз. И у нас уже он не везде продается почему-то. Прям очень жаль. Я не смогла его купить. Он у меня закончился. И это эффект ламинирования бровей. Он буквально приклеивает волоски к коже. И он по-прежнему остается топовым. Если у вас челка. Если вы что-то наденете. Брови никуда не сдвинутся. Брови будут держаться на месте. Ровно столько, сколько вам нужно. Пока вы не смоете макияж. И звучит странно. Типа приклеенные брови. Но действительно это супер круто. И не выглядит как-то инородно что ли на лице. Мне никто никогда не сказал. Что у тебя с бровями? И когда я начала поиски нового геля для бровей. Я приобрела бенефит. Знаменитый. В принципе он классный. Но по сравнению с ланком. Это не тот эффект. Или я еще пока что к нему не приловчилась. Но это не делает его плохим. Я продолжу его использовать. И замена. Как минимум бенефит. И этот гель работает почти так же хорошо. Как мой любимый ланком. Это новинка от Luxe Visage. Я уже пользуюсь ею где-то две недели. Доступный. Бомбовый гель для бровей. Действительно с супер фиксацией. И то что нравится мне. Это так же ланком. Где он тут набрала всего. Это уже оттеночный гель для бровей. В номере 01. Он у меня был. Мне нравится то что он наносит ровно столько сколько нужно. То есть не сильно прям закрашивает брови. Не делает их неестественными. И оттенок 01 идеален для блондинок. Возьму сегодня именно его. Щеточка здесь как гребешок такой. И я настолько к ней привыкла. Что мне даже сложно перестроиться на нечто другое. И что делаю я. Мне не нравятся брови домика. Мне не нравятся такие брови как я рисовала раньше. Я стараюсь сделать их как бы ровными. И даже слегка идущими кверху. Сначала я прокрашиваю кончик бровей. И пальцем приглаживаю все кожу. Чтобы они не торчали. А остатки того что есть на кисточке я распределяю уже в начале брови. Также в Польше появился новый бренд косметики. Под названием нам. Напишите есть ли он у вас. Это тот же производитель что Vibo, Lovely и наверное еще какие-то другие. Но это самые популярные. И у них очень красивые упаковки. Интересный ассортимент. Я все стояла выбирала. Взяла всего два средства. И оба хороши. Первое это тени для бровей. В оттенке 6 Light Warm Nude. Здесь есть и зеркало. И также тени формата Анастасия Баверли Хиллз. То есть чуточку темнее и светлее. Красивый. Такой слегка оливковый оттенок именно для блондинок. Там есть и классические серо-коричневые, тауповые, холодные, потемнее. Короче растяжка цветов у них замечательная. И если сравнивать с Анастасией Баверли Хиллз, то они чуть более насыщенные. То есть мне нужно брать совсем чуть-чуть для того, чтобы не переборщить. Мне сейчас нравятся такие лайтовые брови. И наверное я, ну если добавлю, то мили-мили-мили. Совсем чуть-чуть подрисовываю более светлым оттенком. И кстати сейчас я именно таким образом крашу брови. Сначала гель, даже бесцветные, только потом тени. Как-то нравится мне так. Если помните, то пару лет назад я всегда красила так брови. Вот как-то так. Мне очень нравится, когда брови не идеально окрашены. То есть максимально приближены к естественности. Это то, к чему меня сейчас тянет. И благодаря такому эффекту, в принципе, весь наш образ будет смотреться гораздо моложе и легче. Ресницы. Мой самый большой секрет, который я вам давным-давно открыла, это керлер. У меня до сих пор шу-уэ-мура. И я даже не ищу ничего другого, потому что они справляются со своей задачей на ура. И как подкручиваю ресницы я. Только не пугайтесь. Я вкладываю все ресницы в керлер. Стараюсь подобраться ближе к корням ресниц. Господи, обычно это происходит в три счета. Зажимаю раз. Дальше отпускаю. Два. Приближаюсь к кончикам ресниц. И три. Вот такая разница с завитыми ресницами и нет. Они у меня длинные, но изгиба в них не так-то и много. Во всяком случае, не столько, сколько мне хотелось бы. Фишка этого керлера от шу-уэ-мура в том, что он, во-первых, не травмирует ресницы. Во-вторых, завиток держится целый день. То есть, они не опускаются. Туши у меня тоже все разные. Есть вот такая пупа с классической щеткой. Есть мало классических, которые на мне срабатывают. В этой туши она мне подходит. И также Eyes to Kill делает такими пушистыми, разделенными ресничками. Но я фанат именно силиконовых щеточек. Иногда использую и базу тоже варетая. Чуть не скажу под ресницы. Под тушь для ресниц. Но сегодня обойдусь без нее. У меня будет тушь Ordux Visage XXL с такой фиолетовой надписью. Как крашу ресницы я? Вы часто об этом спрашиваете. На самом деле, ничего особенного. Я стараюсь подобраться щеточкой максимально близко к корням ресниц. Вот так. Зажимаю. И дальше прохожусь по всей длине. И именно таким образом я крашу в два слоя. Пачка у века при этом. Но у меня практически всегда так. Дальше очень часто я беру какие-то тени вот такого формата. Матовые, нейтральные. Которыми я оформляю складку века. Это супер старый Inglot 357. Сейчас у нее даже нет кругляшей, а квадратные рефилы теней. Или же вот такой тоже слегка оливковый из палетки Mini Glam от Наташи Диноны. Или же у меня есть палетка Pupa. Короче говоря, вот буквально, знаете, выбираю что-то и всегда хорошо. Есть еще и вот такая палеточка с нейтральными оттенками от Charlotte Tilbury. Раскупила. Давайте сегодня и накрашусь. Набираю вот этот. Кисточка Sensation. Очень классная, универсальная. И чуть-чуть пройдусь по складке века. Чтобы только очертить ее буквально и все. Разница на самом деле небольшая, но она есть. Особенно этот трюк хорош, когда просыпаешься утром и слегка запушивая. Прорисовываешь складку там, где она должна быть. Немножечко добавляю на нижние века. Кстати, тоже не всегда. Я сейчас перестала красить нижние ресницы. Просто так. Мне кажется, что тогда взгляд более открытый. А так может тянуть все вниз. Такие как плачущие глазки. На центр века я люблю добавить легкое сияние. Могут быть топеры от Charlotte Tilbury. Правда, они так затираются. Я эту палетку покупала еще перед праздниками. Или жидкие тени. Люкс визаж в номере 4. Давайте их и возьму. Armani 11 тинт. Люблю. Sephora в номере 1. У Belor Design тоже классные тени такого формата. Но я их сложила сейчас для отдельного обзора. И под рукой их не оказалось. Я растушую пальцем. Можно сделать и поинтенсивнее. Но сейчас у меня такой задачи нет. И последнее. Это губы. Девочки, есть ли аналог у карандаша Pillow Talk? Потому что он так быстро заканчивается. Он мне нравится. Я его даже в качестве самостоятельного средства наношу. Оттенок, шик и блеск. Чего не могу сказать о помаде. Pillow Talk и тени мне тоже не зашли. А вот карандаш для губ, если не найду подешевле в таком же оттенке, то обязательно куплю, несмотря на, блин, кузючую цену. Контур губ я сейчас тоже прокрашиваю по-другому. У меня вообще свой естественный, довольно светлый. И я еще чуть-чуть выхожу за. Дарю себе миллиметр в подарок. Видите? Вот так выглядит только карандаш на губах. Но я нашла еще хорошее дополнение к этому карандашу. Можно просто очертить контур и по центру нанести помаду от бренда L'Oreal. Это у меня оттенок 102. Иногда делаю это так, то так, а иногда просто крашу помаду. Цвета очень похожи, но насыщенность помады чуть меньше, чем карандаша. Не зря я тут с вами красилась. Тома как раз написал, что мы куда-то едем на 8 марта, а я уже при параде. Вот такой у меня сегодня получился, ну не то чтобы повседневный макияж, но он нежный, все равно выразительный и простой и быстрый в исполнении. Иногда я пропускаю какие-то шаги. Заметьте, что я не перекраивала полностью свое лицо до неузнаваемости. Я всего лишь сделала что-то чуточку ярче, где-то что-то скорректировала. И если честно, то это мой самый любимый вид макияжа. На этом мы с вами будем прощаться. Надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Вы поставите пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно. Возможно, вы узнали что-то новое, открыли для себя какие-то средства. Или подсмотрели способ нанесения чего-то. Или, возможно, вы красились вместе со мной, или пили свой утренний кофе. В любом случае, я была безумно рада повидаться. Ну а теперь пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.